Безусловно, одним из самых известных ученых, работающих в области идеи сетевого общества, ученых, который ушел или, по крайней мере, предпринял действительно эффективную попытку уйти от моделей или от представлений таких философских, в сторону все-таки моделей более социологических, был и является Мануэль Кастельс, в настоящее время профессор университета Южной Калифорнии, соответственно, вот, собственно, ему принадлежит вот эта идея сетевого общества или Network Society, или еще идея, как он называет, информационального общества. Вот, с точки зрения Кастельса, мы сейчас переживаем переход к информационной эпохе, универсальной формой организации которой становится сеть. И, безусловно, сеть немыслима без средств осуществления коммуникации в этой сети, то есть без информационно-коммуникационных технологий современного типа. И таким образом, вот это сетевое общество возникает благодаря сращиванию капитализма, как социальной формы организации и информационной революции. Собственно, надо сказать, что Кастельс вот эту сеть ищет везде. То есть, если мы возьмем там наиболее известную, вероятно, на работу Кастельса, информационную эпоху, трехтомник Information Age, который в России издан в высшей школе экономики только в одном, по-моему, варианте, то есть в варианте одного из томов, а в реальности он существует как трехтомник, то есть это огромная работа, по-моему, в районе полутора тысяч страниц. И вот в этой работе Кастельс анализирует, каким образом сетевая структура становится универсальной организационной структурой для всех видов коммуникаций. Для международных коммуникаций, для корпораций, для предприятий, для мафии, например, для, в общем, огромного количества других вот социальных и разных социальных феноменов. Вот Кастельс таким образом четко разделяет два вида вещей, два вида элементов. Один он называет способ производства, а второй он называет способ развития. Вот способ производства – это капитализм, который, в общем, не меняется, и, так сказать, способ производства от того, что появляются новые технологии, капиталистическим не перестает быть. Он так и остается капиталистическим, он так и предполагает извлечение прибыли и присвоение излишков с традиционной такой политэкономической точки зрения. Но Кастельс вот к этому, значит, способу социальных отношений прибавляет еще второй элемент, который называется способ развития. То есть есть средства, способ производства, есть способ развития. Вот он способом развития называют сегодня информационализм или информациональный капитализм. То есть есть капитализм предыдущего типа, индустриальный капитализм. То есть капитализм, способом развития которого было развитие и массовое наращивание индустрий. То есть, производств физических, преимущественно благ, на крупных заводах, фабриках и так далее. И Касселес пытается сказать, что вот эта эпоха расширения капитализма за счет индустриального пути развития, она изжила себя. И сегодня мы наблюдаем переход к так называемому информациональному капитализму, то есть капитализму, который построен на том, что главной ценностью становится информация, которая меняет эффективность современных предприятий, меняет их, собственно говоря, модель управленческую и так далее. И, кстати говоря, поэтому у Касселеса есть свой взгляд на распад Советского Союза. С точки зрения Касселеса распад Советского Союза был ярким свидетельством неспособности того социального строя, который существовал в Советском Союзе, который Касселес называет этатизмом, от слова eta или state, стейтизм по-английски. То есть этатизм построенный на том, что все излишки изымает государство и распределяет согласно такой жесткой иерархии сверху. Вот с точки зрения Касселеса сама по себе система такой плановой экономики, она может развиваться индустриально, что доказал, безусловно, взрывной характер развития советской экономики, о чем пишет в том числе Касселес. Но при этом, к сожалению, для этатизма, этатизм не приспособлен органически к информациональному пути развития. И в связи с этим во второй половине XX века, когда происходит структурное изменение в индустриальном капитализме, и он становится информациональным, в индустриальном этатизме этих изменений не происходит, потому что индустриальный этатизм не в состоянии развиваться информационально, то есть внедрять новые знания, науку, технологии и информацию в связи с ограниченностью, в общем, институциональной ограниченностью. Собственно, в чем вообще идея вот этой вот сети, почему сетевая система лучше, чем сеть, почему сеть становится современным типом универсальных социальных отношений с точки зрения Касселеса? Касселес просто противопоставляет два типа организации. Вот первым типом организации являются иерархические системы. В иерархических системах управляемость достигается за счет единоначалия, за счет, так сказать, ну, властных отношений, за счет прямого подчинения. И коммуникация необходима в иерархических структурах исключительно для передачи, как правило, информации сверху вниз, так сказать, таким образом, такая структура, ну, для этой структуры преимущественно характерна массовая коммуникация, скажем так, да, не интерактивная коммуникация, которая предполагает обратную связь. Сетевая система, в ней управляемость обеспечивается не за счет иерархии, а за счет координации усилий, за счет того, что, так сказать, коммуникация необходима для координации работы таких социальных структур. И поэтому такая коммуникация всегда интерактивна, она предполагает наличие обратной связи. И таким образом, если в иерархической системе есть жесткое подчинение, соподчинение иерархия, то в сети, наоборот, иерархии нет, все равны, а эффективность достигается за счет координации усилий совместно, которая достигается за счет более интенсивного обмена информацией. И, собственно, вот эта идея, так сказать, сети как универсальной формы социального устройства или социальной организации, она, безусловно, становится центральной в работе Кастельса или в работах Кастельса, да, в которых он, конечно, смешивает несколько разных вещей, но, по сути, да, вот, когда он рассуждает о так называемом сетевом предприятии, он фактически смешивает, с одной стороны, роль технологии, влияние технологии на производительность труда, да, прямое влияние технологии на производительность труда, например, за счет роботизации каких-то процессов, за счет того, что новые технологии становятся основным элементом производства, способом производства тех или иных вещей. Ну, я не знаю, да, когда компьютер управляет процессом сварки кузова автомобиля, а уже отнюдь не человек, да, что позволяет сокращать количество мест, более эффективно, рабочих мест, более эффективно распределять обязанности, там, и так далее, а с другой стороны, второй элемент это влияние технологии на организацию труда, то есть технологии влияют не на сам труд, то есть не на то, что компьютеризируется сам процесс производства, а за счет того, что компьютеризируется процесс организации труда, процесс управления трудом, А именно, компьютер позволяет более эффективно производить учет, рассчитывать нормы, затраты и прочее. Это позволяет, в общем, таким образом сделать более эффективным менеджмент. И, наконец, третье, это влияние новых технологий на то, что Кастельс называет обществом знаний, на накопление знаний, на аккумуляцию знаний. То есть, вот эти три элемента Кастельс фактически смешивает с его точки зрения одно и то же. Это часть информационального капитализма. Информациональному капитализму свойственно использование и накопление знаний и ноу-хау. И он анализирует, кстати, как в разных структурах, постепенно начинает отдельно цениться создание отделов. И цениться отделы, которые накапливают, коллекционируют патенты, распространяют знания, продуцируют знания и так далее. Так называемые research and development департаменты и так далее. Собственно, вот это все, накопление знаний, а с другой стороны, влияние технологий на процессы производства, на процессы управления, для Кастельса является, в общем, элементами, скажем так, информационального капитализма. Таким образом, если традиционное предприятие, это предприятие, которое производит некоторое количество товара, которое потом сохранится на складе, поступает в магазин. И из определенного количества вот этих однотипных товаров потребитель выбирает себе, вот этому старому типу предприятия Кастельс противопоставляет предприятию сетевое, которое организовано более эффективно. Это предприятие минимизирует наличие склада и складских помещений, и в этом предприятии управляемость дизиждится на технологиях коммуникации. А именно, не потребитель приходит в магазин за уже готовым товаром, а потребитель приходит в магазин заказать товар под себя, а дальше магазин формирует заказ заводу на производство этого товара, а завод, в свою очередь, в процессе производства этого товара, таким образом координирует усилия своих производственных структур, чтобы просто вовремя обеспечить поставку на конвейер отдельных запчастей этого автомобиля, если это автомобиль, отдельных деталей этого мебельного гарнитура, если это мебельный гарнитур, ну и так далее и тому подобное. Но вот с точки зрения Кастлица количество таких предприятий, которые переходят на вот такую модель отношений с клиентом, оно растет. А естественно в этой модели центральным элементом становится коммуникация. Коммуникация между потребителем и производителем, коммуникация между дилером и производителем, коммуникация между производителем и субподрядными структурами различными, ну и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok